Один человек погиб и более ста получили ранения в результате столкновения у здания Верховной Рады Украины. Беспорядки начались после того, как депутаты одобрили в первом чтении реформу Конституции о децентрализации власти. Недовольные принятием этого решения демонстранты начали бросать в охранявших Раду стражей порядка дымовые шашки. Милиция в ответ применила слезоточивый газ. В ходе волнений в сотрудников правоохранительных органов бросили гранату. Хроника событий в украинской столице в репортаже корреспондента Артевиай Виталия Школьного. Беспорядки начались еще в сессионном зале. Под традиционные крики «ганьба», то есть позор, депутаты пытались блокировать трибуну. Главные противники принятия поправок Конституции, депутаты Радикальной партии и Свободы, свою позицию объясняют войной в Донбассе. У нас военное положение, у нас идет война. Вы слышали хотя бы об одном государстве, где меняют Конституцию, когда идут боевые действия? После объявления результатов голосования волнения перекинулись уже за стены парламента. Площадь перед Радой превратилась в поле боя между представителями Свободы и Правого сектора с милицией. В правоохранителей, пытавшихся сдержать напор демонстрантов, полетела боевая граната. Кареты скорой помощи не успевали увозить раненых. Количество пострадавших перевалило за сотню, в их числе и сотрудники съемочной группы из Франции. По данным милиции, гранату в правоохранителей бросили представители объединения Свобода. Однако в Свободе все обвинения в свой адрес категорически отвергли. Эта провокация власти сделана с одной целью – дискредитировать любые акции мирного протеста и любые акции несогласия. Сегодня власть будет показывать картинку, которую СМА и создала. Это ее провокаторы бросили гранату в милицию, чтобы показать, что любые акции так заканчиваются. Я вас уверяю, ни один свободовец не бросал гранат. В жестком обращении митингующие обвиняют правоохранителей. Я видел, как человек в этом шлеме бил протестующих палкой, причем не резиновой, а жесткой, с боковой ручкой. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. В МВД произошедшее квалифицировали как теракт. Руководство страны обещает, что участники сегодняшних событий перед Радой понесут суровые наказания. Как гражданин этой страны я требую по статье 348 Уголовного кодекса Украины пожизненного заключения для особы, которая бросила гранату и в результате чего погиб солдат-срочник Национальной гвардии Украины. В свою очередь демонстранты ответственность за произошедшее перекладывают на руководство страны. Радикалы воспринимают положение закона об особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как особый статус Донбасса и узаконивание сепаратизма. Нет никакой возможности защитить свои брутально раздавленные права и свободы по украинскому законодательству. Единственный способ, который остается у общества, это автоматные очереди. И вот я написал свой приговор. Впрочем, принятые сегодня изменения в Конституцию еще не скоро превратятся в действующий закон. Документ направили на проверку в суд. Парламентское большинство тем временем начинает процесс сбора голосов за принятие документа в целом. Изменения Конституции могут и вовсе уничтожить Украину, утверждают организаторы кровавого протеста у Верховной Рады. Поэтому правые секторы свободы обещают вывести на второе чтение уже десятки тысяч своих активистов. Между тем, обстановка в украинской столице уже наколена до предела. Если власти срочно не предпримут действенных мер по локализации разгоревшегося конфликта между сторонниками и противниками децентрализации, Киеву грозит война на два фронта или Третий Майдан. Виталий Школьный, Дмитрий Клименко, Artvii, Киев.